да думал я что мы сейчас здесь постоим постоим и дальше поедем а посмотрел яндекс карты мамочки а в районе сима то что творится все вообще в бордовом цвете правда по рации говорят за полчасика пройдете я вообще не представляю как за какие полчасика и зачем я только тронулся я так думаю надо было остаться ночевать здесь и утром когда бы все улеглось но правда здесь южный урал здесь он не предсказуем может утром то тут снегопадище пойдет но тем не менее что мы сейчас стоим лучше бы стоять на стоянке чем на дороге так ну что друзья дело сдвинулась с мертвой точки не знаю только не знаю только надолго ли по крайней мере сколько глазу видно движение пошло такая новогодняя гирлянда выстроилась а теперь понятно почему почему скользко потому что с поля передуло и вот здесь именно на подъеме надуло снега а снега плюсовая температура это тут же накат лед и вода да еще и мосты убито разбиты да не знаю надолго ли мне хватит света фар чистоты фар точнее если сейчас со встречки ветер как раз той стороны идет из-под каждой машины будет лететь бяка значит и там и там тоже в районе сима наверно тоже творится снежный коллапс посмотрите что здесь творится живет из-под снега получается лед вот так вот казалось бы сухой урал до был самом начале помните мы езжали солнышко светило я еще говорил как хорошо во весь урал пройти по сухому а вот пожалуйста он всегда полон сюрпризов а вот и кдм к которая пошла на выручку и и немного стащил но она не улетела и и сейчас только кдм к и такой же двух мостовой вытаскивать или трактором я не знаю почему вот так на прицепах на некоторых есть сзади крючки чтобы можно было зацепиться если что вытащить за прицеп назад на этой кроне нету я все обыскал почему так рассчитывали на что что ездить только банк поездить только по автомагистрали не по такой вот погоде заснеженной моя а ведь вот снега то нет это просто вот с поля натащила с неба то ничего не сыпет задувает с поля и все я тут как бы еще не съехать тут он рядом кто-то съехал промял сразу глубокую колью да вот тебе и форс-мажор нет следующий раз не буду заикаться то заикнулся и и на тебе кто-то если так будет вместе сегодня хоть до начистое хоть до утра сейчас ее передует и опять встанет все здесь вот тут за горой уже не так барханова на себя все задерживают так надо дистать дистанцию держать час встанем а потом не тронешься здесь ё-моё уже встали да сейчас такая армия который здесь скопилось как-то сима дойдет там так то все стоит и мы еще встанем у его и надо на снежок выбираться его мое тут гора то не крутая но она затяжная включаем управление механикой ручное управление точнее и пойдем на одной передачи на шестой главное чтобы не встать это непонятно к дымки то все на семье застряли что ли здесь одна только сюда пробилась и ничего не посыпано 11 один лед смотрите-ка надо на снежок выбираться давай родной давай 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 мы не должны здесь стать Вот так вот. Да, ничего не предвещало беды. И пожалуйста. Погода резко переменилась. И начались переметы. Давай, трудяшка, давай. Надо разгоняться в горку. А то не войдем. О, здесь уже посуши. Давай, родной, тяни, тяни, тяни. Даже с двадцаткой то шлифуем. Ехал. У меня сзади-то встала. Встала колонна-то. Варилька встала. Идет встречка. Там ребята пытаются ее обойти. Да, тут и сейчас еще мы хлебнем горюшко-то. Этот подъем сейчас поднимемся. Там еще самый затяжной, так это Сим останется. Эти-то можно с разгона проходить. Вот сейчас будут в районе поворота на Карпачево. Подъемы крутые, но они не затяжные. Как говорится, зажмем волю в кулак. Ехать все равно надо. Но без фанатизма. Так, подходим мы к повороту на Карпачево. Карпачево, правильно. Здесь пока движение идет. Только тут такие ступеньки. Эх. Вот это да. Да, и что самое плохое, ветер-то не прекращается. Так и идет перемет с полито. А на поле-то снега лежит полно. Вот смотрите, что творится здесь. Здесь хоть широкий перекресток, а где вот дорожка только в две полосы, туда и обратно. Ждет нас веселая дорога сегодня. И все, что я намыл, все стекла одним разом превратились в занавеску, греки с грязи. Да, если, конечно, сейчас на 7 мы встанем, то будет возможность выйти и помыть хотя бы фары. Чтобы дальше потом ехать, насколько хватит до следующей стоянки. Вот она у нас стояночка возле кафе Макдан. Именно на этой стороне находится павильон номер 46 под названием Поворотники. И именно здесь, ребята, уже поступили в продажу новые чехлы на новый МАМ. Так что, кому интересно, заходите и можно уже и купить. И вновь продолжается бой. Где деревьев нет, печальная картина на дороге. Здесь вот, ладно, еще за горами. Ветра нет. Ну, точно, значит, Сим только из-за этого и встал. А, друзья, и пока мы крадемся, мы между делом проезжаем строительство моста. Это вот как раз у нас будет сюда выходить или отсюда заходить. Но это смотря с какого направления ехать. Объездная дорога города Сим. в который мы сейчас и направляемся. Точнее, в эту пробку. Где сейчас ребята борются с гололедом. Да, я представляю, здесь небольшой подъем, не крутой. Мы встали, а уж вот там-то подъемчик-то будет покруче. Ну вот и спускаемся максимум. Добрались мы все-таки до этого спуска протяженностью в 3 километра 300 метров. Так, пока спускаемся. Но Яндекс.Карты рисуют нам неутешительную картину, что сейчас внизу мы встанем в пробку. Да, вот такой здесь зигзаг удачи, если смотреть со спутника. Тут даже тещинам языком-то мало назвать. И вот сам город Сим. Точнее, его частный сектор. потому что здесь в основном дома и участки. А хотел сказать большие высотки. Нет тут больших высоток. Здесь, по-моему, только пятиэтажки. Ну, это, конечно, надо днем разглядывать прямо вот на смотровую площадку здесь наверху. На самом этом изгибе встать и посмотреть. с погодой-то похуже дела там стоят. Там-то хоть с поля дуло, а здесь еще и сверху сыпет. Так, если мы там будем вставать, надо еще пониженную включить. На девятую передачу она хоть держит получше. Ай-яй. Грязь карты и предупреждал. Встали мы в пробку на мосту. Но эта пробка из-за того, это даже не пробка, это колейка. Пробка-то стоит, а мы потихоньку движемся, потому что мост здесь раздолбили насмерть или в усмерти. Как сказать? И все просто переваливаются. Смотрите, яма такие, что пятитонечек сейчас, я думал, у нее колесо-то провалится. вот такой здесь мост через дорогу и он же через речку Сим будет сейчас. Ай-яй. Ну, здесь вот прям конкретно как будто бомбили. Главное, что объехать-то негде. Что попутная, что встречная полоса. Убили насмерть. А я думал, здесь встали из-за того, что задуло. Оказывается, не задуло. Слава Богу. Уж потихоньку по разбитому асфальту надойдем. совочки прыгают пустые на рессорах. На подушках все равно помягче. Это перегонщики идут. Кошмарики. Из одной ямы мы попадаем в другую. еще у нас для смеха радар-детектор кричит осторожней. Что-то не понял. Он не должен срабатывать при скорости 5 километров в час. но пусть даже 10. Что-то тоже понарушилось. Давай-ка вот здесь левее возьмем на выходе. взяли левее а правее так там вообще ямина. Так, ну что, набираем обороты в гору и бежим из этой пурги, которая с каждым часом все больше и больше становится. Да, как я планировал, правда, в 7 часов быть уже в Аше, а на часах 6 по Москве плюс 2 часа 8 уже без 3 минут по местному, а мы еще 7 никак не пройдем. ну вроде пошло движение-то по крайней мере в сторону Уфы, а в сторону Челябинска-то смотрите, ребят, скопилось немало. Да, вот пристегний ремень сейчас как раз актуально на рекламном щите. нет, побежали и встали мы. Точнее, слава богу, не совсем, крадемся. Ну что, 7 прошли, снег еще больше разыгрался, но здесь уже что-то опять встали. Я думал, сейчас по ремонту пойдем медленно, а смотрю, там аварийка вроде моргала, стояла. Неужели здесь засада? да, она пятерка. Все, опять встали. да, тут похоже, ребята идут на подъем, а у нас стоит аварийка, вот из-за нее мы и встали. аварийка аварийка включена, что-то стоит, помощи не просит. да, видимость ноль иду по приборам. Ну, а здесь на горах идет ремонт вовсю. Стучат отбойные молотки, работают экскаваторы, несмотря на такую непогоду. Но им туда не по трассе ехать, где колеса скользят. хотя совочкам тоже достается. И вот сейчас подъехать, чтобы экскаватор нагрузил, потом этот грунт надо куда-то свести. а подъездные пути тут тоже не как на трассе. вон ведь куда забираются на гору, чтобы подойти к экскаватору вплотную, чтобы вывести оттуда грунт. Да, дорожнички, честь вам и хвала. В таких тоже условиях работайте в военных. судя по ребятам, которые идут навстречу, правда, их все меньше и меньше. Уже, как говорится, сообщили тот, что там 7 практически встает. И ребята решили на стоянке встать. Или же у нас еще где-то впереди висяк. Но пока даже боюсь об этом подумать. Снег с каждым часом все сильнее и сильнее. Дорога пока хоть и сырая из-за того, что большой поток идет, раскатывает снег. Но улучшений никакого. Ребята навстречу идут из Самары. там вообще после Уфы все заметает, все встает. Но это и видно, что вот мы до 7 добрались. Снега хотя бы сверху не было. С поля дул. А здесь получается ступеньки. Провалились плиты. И вот такие образовались здесь разломы. Как их назвать? Ай-яй. уже вроде как по плитам я думал нового моста, но это не может быть. Продолжение следует...